Всем привет! Теперь, чтобы попасть в Gold Series, можно пойти по другому и более быстрому пути. Об этом и не только в спецвыпуске программы «Киберспорт». 17 декабря стартует новый сезон Gold Series. Вместе с ним вступает в силу и новый регламент Wargaming League. Также после гранд-финала будет введена новая система — Wild Cards Challenge. Проще говоря, это турнир, победители которого попадают прямиком в Gold Series. Как это устроено? В конце каждого сезона мы проводим открытую квалификацию. Заявиться и принять участие в ней может каждый. Победители квалификации попадают в первый раунд Wild Cards Challenge, где играют с четырьмя лучшими командами Bronze Series. Проигравшие этих пар получают места в Silver Series. Победители выходят во второй раунд, где встречаются с командами, занимавшие третье-шетое место в Silver Series по итогам сезона. Проигравшие в этих матчах также получают место в Silver Series. Победители выходят в заключительный третий раунд и сразятся с командами, занявшими места в седьмое по десятое Gold Series. Кто победит, получает место в высшем дивизионе. Другое важное изменение в лиге — ввод системы резидентов. Со следующего сезона мы вводим такое понятие как резидент. Резидентом считается игрок, постоянно проживающий на территории региона, в лиге которого он участвует. Нерезидентами считаются игроки из других регионов. С первого сезона 2015 года в каждой команде должно быть не более трёх нерезидентов. При этом мы увеличили количество замен, а также упростили переход команды из одного региона в другой. Изменения произошли и в структуре лиги. Подробнее о них расскажет мой коллега. Bronze Series в её сегодняшнем понимании упраздняется. Теперь будут проходить регулярные турниры по системе плей-офф. За сезон мы планируем провести порядка 16 подобных турниров. И теперь командам будет начаться не только игровое золото за каждый из них, но и рейтинговые очки. По итогам сезона 20 лучших команд попадают в Silver Series, а топ-4, как уже озвучилось, попадают в первый раунд Wild Cards Challenge. Что касается Silver Series, то здесь количество участников сокращается до 32. При этом две лучшие команды сезона напрямую попадают в Gold Series, а места с третьего по шестое отправляются во второй раунд Wild Cards Challenge. Напомню также, что теперь заявиться на любой турнир под эгидой Wargaming, будь то Национальный Кубок или Bronze Series, можно на портале wglec.net. Напоследок анонс. 6 декабря в Москве пройдёт игровой фестиваль «Уральская сталь». Первый в России официальный турнир по танкам в новом формате. В рамках фестиваля состоится шоу-матч лучших команд Gold Series, а также пройдёт финал Национального Кубка России по World of Tanks. Гости фестиваля смогут играть и выигрывать вместе. На фестивале организована командная геймзона, где игры проходят в формате 7 на 7. Поэтому приходите вместе с друзьями, играйте и выигрывайте. А на сегодня это всё. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова